Продолжение следует... Мы сказали в Мишне, что Робили Азар Беназаре говорит, что человек не имеет права... Мы говорим о том, что человек хочет удобрять свое поле. Он говорит, что человек не имеет права маленькими порциями вытаскивать это удобрение. Как он говорит, ты хочешь вытащить, ты должен сделать кучу. В куче должно быть минимум 10 ведер. Если у тебя есть 10 ведер навоза, выноси. Если нет, понемногу не имеешь права выносить. И было два объяснения. Одно объяснение, почему или уже у него было до этого на поле, и он хочет туда добавить, или он хочет вынести из дома то, что у него есть, потом понемногу добавлять. Почему нельзя? Мы сказали два объяснения. Одно, кто это Марит Айн, что мы опасаемся, что люди посмотрят, скажут, ага, смотри, он в седьмой год удобряет. Второе объяснение, может быть, у него не будет достаточного навоза. Потом, кто бы добавить, у него получилась куча из 10 ведер. Как здесь написано, это объяснение можно посмотреть в другой мишне в Масахед Муэд Катан. Там написано, что человек не имеет права в Холамуэд, или в седьмой год рыть, арык, рыть канал у себя на поле. Оращающий канал ни в Холамуэд, ни в седьмой год. В Холамуэд это излишнее утруждение, и в седьмой год, и в седьмой год тоже не имеет права. Почему не имеет? Робизер объясняет, когда он роет этот канал, что он делает с песком, который он вырыл из канала, перебрасывает его на стороны, и сейчас этот песок, который уже по сторонам этого канала, он рыхлый, и он готовый для того, чтобы туда посадить что-то. Он готовит что-то, как будто к посадке. Робизер говорит, что опасаемся, что это Малит Айн, что люди посмотрят, они не знают, что он копает там канал, подумают, что он пашет землю на седьмой год, или на Холамуэд, поэтому говорит он из-за Малит Айн, или из-за этого нельзя. И с удовольствием мы сказали две похожие причины. Те, которые сказали Тот, кто сказал там про канал, что нельзя из-за Малит Айн, что люди неправильно поймут, когда увидят, и здесь, когда увидят этот навоз, неправильно поймут. Понятно это. Но тот, кто говорит, что там, когда он роет канал, он подготавливает землю к посадке, тем, что песок по берегам этого канала уже рыхлый, а здесь он что скажет? Здесь уже у него есть на поле немного этого удобрения, которое было там до седьмого года, он не будет его удобрять, и не будет видно, как его удобрения уже было удобрено. Но... Ответ. Второй ответ. Что? Другого ответа нету. Да, уже коммерциальный Малит Айн не будет, а возможно у него не будет достаточно навоза, он вытащил немного, а потом у него не досталось, для того, что посмотрели мудрецы, что куча должна быть из десяти ведер, и получится, что он сейчас удобрил это место на поле. Дальше говорит Марат. Какая разница между двумя объяснениями, связанная с этим ариком? Один арик говорит, подготовил землю, второй говорит, когда человек копает у себя на седьмой год, копает фундамент для здания. Теперь что? Люди не знают, что он копает. Люди видят, что он сейчас в седьмой год копает. Тот, кто говорит, что это запрещено, копать канал из-за Марит Айн, что люди увидят, неправильно поймут, копает он фундамент для своего здания, тот же самый закон, нельзя, будем ему копать. Но второе объяснение, то когда он копает этот канал, песок по бокам, он пригодный для посадки. Когда человек копает дом, он песок не оставляет, он выкопал яму, он песок вывозит. Там этого объяснения не будет, не будет работать. Мы сказали, здесь он не оставляет песок. Поэтому здесь, поэтому по второму объяснению, можно будет ему копать в седьмой год фундамент для своего дома. А рик нельзя будет копать, там два объяснения, почему это запрещено, а фундамент, если по объяснению, которое не Марит Айн, он может. Поэтому мы сказали так же, что Рабили, 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 Беназария, говорит, что человек, для которого меньше, чем необходимого количества навоза, он не имеет права выносить его на поле. Но хочет вынести, должен или прокопать яму в три кулака вниз, или поставить на что-то, что выше земли, на три кулака вверх, на камень, на гравий и так далее. И говорит, что все согласны, что если, по-моему, Рабили, или у него есть там гипс, или какие-то, что-то другое, это все равно, что он поставил его на камень, и это согласны все, что это разрешается. Два. Дальше, третий, в третий главе. Здесь говорится, что у человека есть много животных. Он не хочет их держать дома, он хочет вывести их на поле и там сделать для них загон, сделать забор и поставить. Седьмой год. Имеет право или нет? Потому что они будут там ходить, навоз, который у них появляется, это будет автоматически, земля будет сейчас удобряться. Имеет право или нет? Говорит, Человек, который сделал загон у себя на поле, делает загон размером в два сая. Одна саята 50 на 50, здесь получается 50 на 100 амот, максимум, который загон он может там сделать у себя на поле и там сжалежать своих животных. Заполнилась у него эта территория навозом, он хочет перекинуть, что делает? У него есть 4 стенки, 3 разбирает, одну, которую посередине оставляет и эти 3 собирают с обратной стороны и переводят животных туда. Понятно, да? У него поле, здесь у него, вот это у него поле, здесь у него собрано, были животные. Теперь он эти 3 стенки разбирает, среднюю оставляет и с этой стороны стоят эти 3 стенки и теперь переводит животных сюда на противоположную сторону. Получается у него, что он уже удобрил уже не 100 на 50 локтей от 200 на 50 локтей так говорит она кам даже может не 4 получается с а здесь а 8 что он оставляет всего лишь одну палку от этого забора и потом переносит вот вот этот закон на четыре стороны от эти полки вправо влево вниз и наверх и так получается каждый раз каждый раз и так получается что он удобряет 8 bc а это кольца ты убить оба соина что если у него все поле всего лишь 50 200 на 50 4 сера мишер мемену миксад миг не моритайн он не имеет права полностью из этого поля сделать загон потому что он сделал сейчас это полностью свой поле удобряет потихоньку немного должен оставить но даже то что он оставил по краям скажем немного поле свободное муци мина сахар ненотен летох саде у кедерев амзаблин он имеет право потом вынести на это свободное место оттуда на этот навоз из-за загона и собрать его в кучу по доме и меня собрать в кучу как имеет право делать для сохранения это мишна мара говорит теперь так так может быть там антонина ансадещи нитковца ты заранее муцейшви и мы без разрешен дальше в последующих мечтает будем учиться что человек у него есть поле на поле в этот седьмой год он вырвал колючки из этого поля имеет право потом теперь что он сделал практика он подготовил уже немного это поле для посадки седьмой год имеет сразу после окончания вернее с нового года имеет право потом сразу сажать там или нет говорит мишна имеет право уже давно колючки вырвал но это поле еще совсем не не до конца подготовлен но говорит там мишна а нить его о нитаро если он вспахал это поле в седьмой год или он удобрял это поле в седьмой год тогда лод израиля муцейшви он сразу по окончании 7 года не имеет права это поле засевать его оштрафовали что прошел определенный период времени и потом имеет право засевать теперь а как наша мишна говорит ты хочешь держать у себя барашков на поле сделаем загон здесь написано что если ты удобрял свое поле не имеешь права его засевать после седьмого года марбиона к ним но наша мишна правильно говорит чё хороцеля амитсон бетоксадеу овсе сахар бетсэтэм здесь мара мишна не сказал нам что он хочет удобрять он хочет держать там животных хочет держать животных нам мишна объяснил как правильно как правильно это сделать это не трюк чтобы показать ему как удобрять свое поле это место для его загона дальше бе холл осин си харин и миксалот у бэкаж баманим афиру шелоша хабалим зе лимана миде человек хочет сделать этот забор имеет право сделать из всего что он хочет у него есть соломенный коврик у него есть камыши или у него есть камни и он просто хочет три веревки обвязать вокруг этого загона имеет право из чего хочет можно сделать эти стенки при условии он налогал свой загон у него сосед на соседнем поле он тоже сделал загон между у себя между этими загонами должно быть расстояние в один загон 50 на 100 он сделал 50 на 100 сделал сосед между ними даже чтобы не было видно что они действительно как будто они это поле сейчас удобряют это поле ничейное почему это поле общественное седьмой год окей но все они его удобряют чтобы не было да это поле ничейное правильно но все равно это его поле его а животные они считаются чьё-то поле ничейное поле пользуется теперь между этими двумя законами осталось это место он это место как ты мой право использовать или нет говорит мара имеет право использовать имеет право да и там своих животных имеет право там срезать не 6 имеет право туда их водить через это поле и приводить несмотря на то что по походу этого дела они там будут там гадись да будет это как удовлением это не запрещено и заканчиваем мара говорит так то не рэбби шумон бен лазар умеер как мы сказали наш местный рабочим он бен лазар говорит что можно ему сделать четыре таких загона вокруг одного средней палки этого забора 80 он может удобрить и то же самое говорит рэбби лазар рэбби шумон бен лазар и мрад за токе а я тэдба если он хочет он забивает один одну стойку в землю в осе сегарин арба ухоте шель шмона сэйн и тогда четырех сторон этого этого столба он делит загон сначала в одну сторону 50 на 100 потом во вторую в третью и в четвертую таким образом сделать 80 а может сделать для этого закона и рада что мы продолжим на следующем сцены веру падома и леолан амен да амен а есть